Привет, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня я хочу вам показать, как я связала вот такую милую птичку. Я эту птичку решила использовать в качестве брелка, но можно ей, думаю, найти и другое какое-то применение. Птичка двухсторонняя. Почему я решила сделать брелок? Потому что у меня ключ терялся в карманах, терялся в сумках, я постоянно его искала, и теперь у меня эта проблема решена. Вязать эту птичку легко, и пригодятся буквально остатки пряжи. Вот у меня вот этой пряжи, например, уже лет 15, я не знала, куда ее израсходовать, и решила найти применение. То есть вы можете найти какую-то пряжу, желательно не сильно толстая, но просто если пряжа будет толще, соответственно, птичка будет больше. У меня я использовала крючок номер два, но у вас должен быть тот крючок под размер вашей пряжи. То есть, соответственно, если пряжа тоненькая, то крючок будет меньше. Я начинаю вязать с кольца амигуруми, вокруг пальцев обвожу нить, и с помощью крючка вытягиваю вот так петлю. Провязываю три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Поудобнее берусь за вот это колечко, подтягиваю его, и внутрь него я должна провязать 15 столбиков с одним накидом. Поудобнее берусь за вот это колечко. 9, 10, 11, 12, 13, 14, и последний 15 столбик без накида. Дальше я за вот это, за хвостик подтягиваю колечко по ту же. И теперь я должна соединить конец и начало ряда. Я ищу вот эту первую, первая у нас была воздушная цепочка из трех петель. Я ищу третью петлю этой воздушной цепочки. И присоединяюсь соединительной петлей. Таким образом я замыкаю круг. Дальше я делаю три воздушные петли подъема. Теперь я буду вязать в следующую петлю. Я в нее должна провязать один столбик без накида. Теперь в следующую петлю полустолбик с одним накидом. Я делаю накид на крючок, завожу крючок и протягиваю за один раз. В следующую петлю столбик без накида. Опять столбик без накида. В следующую петлю снова полустолбик с одним накидом. То есть я сделала накид на крючок, завела крючок в петлю, вытянула петлю. И все три петли на крючке я провязываю одной петлей. В следующую петлю столбик с одним накидом. И последний раз столбик с одним накидом. Дальше я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Теперь я вяжу в обратном направлении обычными столбиками без накида. Главное не забудьте связать первую петлю вот сюда. То есть в самый первый столбик. Вернее, в самую первую петлю. Провязали столбик без накида. Второй. Третий столбик без накида. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И последний столбик без накида будет связан в третью петлю воздушной цепочки из трех петель. То есть ищите третью петлю и провязывайте столбик без накида. Я делаю воздушную петлю подъема и я разворачиваю работу. Я начинаю вязать в обратном направлении и провязываю так же столбиками без накида. Седьмой. 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 У меня все правильно. Я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Иду в обратном направлении и провязываю без прибавок. Каждый столбик без накида я провязываю столбиком без накида. Всего их должно быть девять штук. Седьмой. 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 Следующий ряд я начинаю с воздушной петли подъема. Я разворачиваю работу и ряд я начинаю с прибавки. То есть в первую петлю я провязываю два столбика без накида. В одну точку я провязываю два столбика без накида. Дальше я иду без прибавок. Я вяжу столбиками без накида в каждую петлю. Я вяжу столбиками без накида в каждую петлю. Можно пересчитать, их должно быть десять штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Следующий ряд у меня без прибавок. Я провязываю те же самые десять столбиков без накида. Девять и последний десятый столбик. Воздушная петля подъема и я разворачиваю работу. Начинаю я ряд с прибавки. То есть в первую петлю я провязываю два столбика без накида. Раз и два. Дальше я иду без прибавок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И последний одиннадцатый столбик без накида. Делаю воздушную петлю подъема. А теперь обратите внимание, как я вяжу дальше. Я пропускаю вот этот первый столбик без накида, пропускаю его и я вяжу вот в этот второй столбик без накида столбик без накида. Таким образом я сокращаю количество петель с этой стороны. И теперь я вяжу до конца ряда без убавок и без прибавок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десятый столбик без накида. То есть у нас теперь опять десять столбиков без накида. Вот у нас в предыдущем ряду их было одиннадцать. Мы убавили с этой стороны и у нас осталось снова десять. Делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Обратите внимание, как я буду вязать следующий ряд. Я делаю прибавку в первую петлю. То есть я в первую петлю вяжу два столбика без накида. Раз, два. Дальше я вяжу без прибавок. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А теперь у нас осталось две петли до конца ряда. И мы должны их убавить. То есть мы должны, смотрите, первую петлю вытягиваем, вторую петлю вытягиваем и провязываем в одну петлю. Смотрите, что у нас получается. У нас у птички вот тут как бы вот так идет увеличивается, а тут вот так сужается наоборот. Таким образом у нас формируется грудка у птички и спинка. Дальше я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Мы сейчас продолжим опять формировать грудку. Для этого мы опять будем убавлять. То есть мы не будем вязать вот в эту первую петлю, мы провяжем снова во вторую петлю. И таким способом количество петель снова сократится и грудка будет продолжать округляться. Мы провязали 1 2 3 4 5 6 7 8 и последняя девятая петля. Вернее, девятый столбик без накида. Делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем работу. Следующий ряд мы продолжаем вязать по такому же принципу, как и предыдущие. То есть мы тут количество петель со стороны спинки будем увеличивать, а тут сокращать. Мы сделали воздушную петлю подъема и в первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. для увеличения спинки, для провязывания спинки. Провязали. Дальше я иду просто обычными столбиками без накида, без убавок и без прибавок. То есть у нас 1 2 3 4 уже 5 6 7 8 и осталось последние две петли. И мы должны их сократить для формирования грудки. То есть мы вот так вытягиваем первую петлю, вытягиваем вторую петлю и провязываем одной петлей. Дальше я делаю воздушную петлю подъема и разворачиваю работу. Я сделала воздушную петлю подъема, развернула работу и снова я должна формировать грудку. То есть я снова пропускаю первую петлю и вяжу вторую петлю столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и последний восьмой столбик без накида. Воздушная петля подъема и я разворачиваю работу. Мне осталось связать последний ряд. Я начинаю вязать в первую петлю столбик без накида и вяжу без прибавок. Раз, провязала теперь два, три, четыре, пять. Я связала пять столбиков без накида и теперь я должна сделать убавку. То есть следующие две петли я делаю убавку. Вытягиваю, вытягиваю, провязываю одной петлей. У меня должно получиться шесть столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пересчитали. И теперь я просто соединяю соединительной петлей вот сюда, в это место. Все, я закончила вязать тельце птички. Теперь осталось обрезать ниточку, вытянуть и спрятать. С помощью иголки будем прятать. Сейчас я вам покажу, как это делать лучше. Смотрите, у нас вот отсюда выходит, вот у нас нитка выходит отсюда и вот в эту дырочку мы возвращаем. Все, я спрятала ниточку. Теперь наша задача связать точно по такому же принципу вторую деталь, точно так же, как вы связали первую. Но когда вы свяжете вторую деталь, вы нитку не обрезаете, потому что дальше мы продолжим с ней работать. Я уже провязала две детали. И еще, кстати, нам понадобится вот такой синтепуг для того, чтобы набить птичку. Но набьем и немножко позже. Сперва мы начнем соединять. То есть вы прикладываете детали вот так друг к другу. Вот таким образом. Когда вы провязали вторую деталь, вы нить не обрезали, то есть она у вас вот торчит. Вы закончили вязать. И теперь начинаете просто соединять. Соединяйте столбиками без накида. В следующую точку мы провяжем два столбика без накида. Раз. В эту же точку. Два. Дальше вяжем два столбика без накида в каждую точку. По одному столбику без накида. Вот в эту точку мы сразу два столбика без накида провяжем в одну точку. То есть делаем прибавку. И в это же место второй столбик без накида. Дальше мы идем по одному столбику без накида в каждую точку. Дальше вяжем крючком. Дальше вяжем крючком без накида в каждую точку. Раз. Соединяй две детали. Два. В третью петлю головы мы делаем прибавку. То есть провязываем два столбика без накида в одну точку. Следующие две петли мы провязываем без прибавок. То есть по одному столбику без накида. Дальше мы снова делаем прибавку. Таким образом мы соединяем детали птички. Птички. Тут можно уже начать набивать птичку. То есть немножко сильно набивать не нужно. Потому что если вы сильно набьете, то у вас синтепух будет некрасиво торчать. Буквально немножко, чтобы создать какой-то объем. И таким образом вы продолжаете соединять детали птички столбиками без накида. Тут уже прибавок никаких делать не нужно. Просто соединяйте по всему периметру. Я уже дошла до конца, вернее до хвоста дошла. Я вяжу вот последний столбик без накида в последнюю петлю, которая на хвостике прямо на самом. Делаю 4 воздушные петли. И начинаю вывязывать хвостик. Я вяжу столбик без накида во вторую петлю от крючка. Раз. И второй столбик без накида. Два. В третью петлю я вяжу полустолбик с одним накидом. То есть я сделаю накид на крючок. И вот эти три петли я провязываю в одну. А дальше я продолжаю вязать столбики без накида вдоль птички. Таким образом соединяю две детали. Осталось совсем немножко связать. и вот так крючком разровнять синтепух внутри птички. Осталась совсем небольшая дырка, поэтому на этом этапе вы уже окончательно набейте сколько вам нужно. Вот так все разровняйте, чтобы все хорошо было. И осталось совсем немножко провязать. Последнюю петлю мы провязываем два столбика без накида в одну точку. И все, на этом соединение закончилось. Обрезаем ниточку. Вытягиваем ее. И теперь все ниточки можно спрятать. Я вам уже показывала, как незаметно прятать нить, как закрывать ряд незаметно. То есть смотрите, вот у нас отсюда она выходит. И вот в эту же петлю мы ее возвращаем обратно. Дальше вы можете сделать узелок и спрятать нить внутри птички. На этом я закончила первую часть мастер-класса по вязанию птички. То есть мы связали корпус. В следующем мастер-классе во второй части я вам покажу, как вязать крылья и оформлять морду птицы. Продолжение следует... Продолжение следует...